Я прошу прощения, можете прокомментировать, что случилось? Газета общественный прибой, новостей. А что, как нарушили? Общественный прибой. Девушка, а три машины приехало, вы их не остановили? Я прошу прощения, мне надо передать автоподобный. Да, конечно, без особых слов. Скажите, пожалуйста, что произошло? Вот вопрос. Мы ехали в такси, ехали, отдыхали, нас водитель взял. Мы поехали по рельсам из-за пробки. Нас остановили, кидали, спровоцеливали пьяные, начали кидаться. А кто на вас кидался? Ну, вот такие пассажиры, люди, которые кидались, были неуменяемые, они напились. А на чем вы ехали, прошу прощения? Мы ехали в такси вот в этой машине, с водителя. Нас вез человек по рельсам, просто пробка была. Он нарушил правила, да, он по рельсам поехал. Но люди увидели, что из-за того, что пьяные люди кидаются на машины, берут ее, ломают, впереди стали и начали цепляться, и их прессовать из-за того, что машина поехала по рельсам, они начали его держать, они начали выхватывать тучи. Зато, когда три машины проехали, они нормально. А где те люди, что кидались? Вот только что три машины проехали. Они уехали уже, да? Они уехали. А я говорила, девушка, обратите внимание, вот три машины проехала, вы на них не обратили внимания, а мы пришли. А кто кидался, вы говорите? Ну, люди, выпившие, стояли. Таких сейчас здесь нету? Их нету, они ушли. Светлана, подскажите, пожалуйста, вот сейчас произошел инцидент с водителем, который нарушил правила дорожного движения, я так понимаю, с его слов, с его слов, его пассажиров. Можете прокомментировать, что произошло? Водитель данного транспортного средства двигался по рельсам. Это запрещено законом. А какое транспортное средство? Красного цвета. Я даже не запомнила его, честно говоря, потому что Тойота, пожалуй, АВ-287АФ. Тойота, да? Красного цвета. Требования мои, то есть инспектора полиции, предоставить документы удостоверения водителя из свидетельства о регистрации транспортного средства. Водитель проигнорировал мои требования. Я повторила еще раз. Водитель начал движение. Я попыталась остановить транспортное средство с пассажирами, возмущенными, потому что таксист их не довез до места, его пришлось остановить. На мои требования он не остановился, неоднократно. Я приняла решение остановить транспортное средство, так как я не могла определить, на что он будет способен. Я хотела вытащить ключ из зажигания, то есть на что он отреагировал агрессивно, начал движение, уже прошло. Схватил вас за руку, да? Ну, он поехал, да, схватил за руку, начал. Движение непонятное, то есть реакция непонятная у нас, усиление по поводу докса, проведение общественных мероприятий, поэтому мы не можем определить, водитель, не водитель, нарушитель. То есть было несколько, я прошу прощения, было несколько машин, Toyota красного цвета, да? А какая еще машина? Део, десант с мамой. Вот это Део, да? Да, да. Это получается сын вот этого мужчины, который подходил, он ехал на Део, да? Да, его остановили первым, как бы он остановился. Это мы не останавливали, это останавливали людей, которые находятся на остановке, потому что мы... А, это остановили люди, да? Да, мы остановили люди, мы увидели, что подошли, потому что здесь мы стоим, я останавливаю транспорт, который проходит по этим, в этом направлении по рельсам. То есть возмущенные жители остановили, да? Мы вызвали дополнительный экипаж, так как мы не можем. Мы подождали экипаж, приехал экипаж, мы передали документы все для составления администрации. А экипаж здесь где находится? Экипаж находится буквально напротив них, там есть такой заезд, потому что там тоже негде, чтобы не блокировать проезжую часть лишнего. Это патрульная машина, да, экипаж автомобиля. Понятно. А что скажите по поводу пассажирка автомобиля, она говорила, что вы ей угрожали, что-то там? Пассажирка автомобиля, я ее неоднократно, она выкрикивает, кричит, я не знаю, я не могу определить ни след, но мне кажется, может, они чуть-чуть выпившие, я не хочу на человека наговаривать, может, эмоции, все остальное. Я попросила не мешать, мы с водителем наберемся, она будет таксист, проехали куча джипов, вот мы там украшу, это все стандартные краты, наши некомпетентности. Я просила неоднократно женщину, пожалуйста, отойдите, она пытается ко мне подойти, приблизиться, это недопустимо по нашей инструкции, по закону о полиции. Я просила отойти на определенную дистанцию, ну, она это перефразировала в другую сторону. Я не могу ничего. Она говорит, что вы ей угрожали, что вы отвезете в участок? Я просила женщину отойти на определенную, она кричит, я говорю, понимаете, я говорю, если вы будете провоцировать, она начала отзывать, нецензурно выражаться, это тоже есть нарушение в сторону представителя полиции при исполнении. Поэтому я ей сказала, если вы будете нарушать правопорядок, мы будем обязаны доставить в аварийный дел для выяснения предстоятельств. Она перефразировала это опять же по-другому, что я ей угрожала, не угрожала. Я человека предупредила, чтобы она прекратила свое правонарушение. А чем закончилось на данном этапе? Мы передали документы водителям, инспекторам. Патрульным, да? А по какому адресу мы находимся сейчас? Французский бульвар, угол Турадовский. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по какому поводу вы здесь находитесь, я понимаю, было нарушение куда-то? Да, нарушение люди, ну, короче, ехали на своими автомобилях, да, по тротуарной площадке. Ну, за это мы выносим штраф, постановление в сумме 255 гривен. Вот сейчас сотрудник записывает и отпускает. А по какому адресу мы находимся? Французский бульвар, 10. Вот. Понятно. Пункт правил 11.13, правил дорожного движения, так, чтобы быть точным. А это один автомобиль или несколько было? Нет, вот уже на третье пишем. Третье, да? Это в этом же месте, да? Да. А что произошло? Можете в общих чертах, кто остановил там, как это все, какая ситуация? Остановили люди, прохожие, вызвали нас, мы приехали, пытаемся это принять меры. Понятно. А какие автомобили участвовали? Тойота, вот Део. И Хонда. Хонда. А Хонда где? Хонда и... Хонда уже... Их Тойота уже уехали, на них уже составлены админматериалы, они уже уедли. Угу. А вот осталось, да, вот сотрудник на них заставляет. Сейчас в течение двух-трех минут он тоже... Понятно. Ну там с документами все в порядке, своими водителями все в трезвом состоянии, да? Это само собой. Ну, само собой, знаете, праздники мало ли. Нет, мы понимаете... А во сколько это по времени было? Ну, 10-15 лет назад. То есть это... Ну, грубо говоря, в полшестого где-то, если... Ну, где-то 17-30 где-то, а? Пока приехали, да, само правонарушение было где-то в районах полшестого вечера. Понятно. Это, я так понимаю, одни из водителей, да? Вот это один водитель, да? Да, один водитель, если это то, вы взрослый. Ага, понятно. Хорошо. Спасибо. Да, нет же. Я журналист, госеда «Общественный прибой». Я, я, я. Порядка Анатолий. Можно пару слов по ситуации, что случилось, что произошло? Ну, что произошло? Думал, что, ну, хотел объехать пробку, но чуть-чуть хитрым таким маневром, как бы, ну и попался. А на каком автомобиле вы ехали? На Д-Ламсе. Понятно. То есть нарушили правила дорожного движения, да? Нарушили правила дорожного движения, ну, ко мне подошли, я, как бы, ну, не стал ничего, ну, все, я нарушил, знаю, ответственность буду нести из-за этого. Мы законопослушные. А в каком направлении двигались? На Дирьбасовской. А? На Дирьбасовской. Откуда? Ну, откуда? С Аркадия. По-французскому «бульвару», да?